Здоровушки ребятушки! Заранее прошу досмотреть видеоролик до конца, чтобы не возникало потом лишних вопросов. Так, по просьбе смотрящих мой канал записываю видео, как подключить консоль PS4 к ноутбуку напрямую, без роутера и карт видеозахвата. До этой процедуры нам понадобится сама консоль, ноутбук, в которой есть Wi-Fi и LAN разъём. Также понадобится такой кабель, патчкорд он называется, если что. Обычно идёт в комплекте с роутером, либо офисным принтером. Также провод microUSB, которым обычно заряжают телефон, для того, чтобы подключить жойстик к ноутбуку. Так, ну что, начнём сначала с первой процедуры. Надо настроить ноутбук. Надо подключить ноутбук к Wi-Fi, ну это и так понятно, да, чтобы на нем был интернет. Следующее. Скачайте, установить программу дистанционного воспроизведения PS4. Ссылочку оставлю в описании, где её скачать. А, теперь настроить соединение на ноутбуке, как частное, чтобы все устройства, которые подключались к ноутбуку, иметь доступ в интернет. Для этого заходим в параметры сети интернета, потом выбираем состояние, изменить свойства подключения. Открываем, и здесь вот должна быть выбрана частная сеть, ну или частная, как тут написано. Вот, после этого надо соединить Wi-Fi адаптер и сетевую карту вместе. Для этого возвращаемся назад, состояние, настройки параметров адаптера. Вот, здесь у нас видно беспроводная сеть и интернет, ну то есть сетевая карта. Выбираем их вместе, правой кнопкой нажимаем на беспроводную сеть и нажимаем настройка моста. Всё, сетевой мост создан, вот идёт идентификация, то бишь, Windows распознаёт, откуда интернет поступает и куда его надо будет отдавать. Так, может занять несколько минут, с первого раза тоже может не получиться, так что удаляйте мост и за мной создаете. Не забывайте, правой кнопкой нажимать именно там, где беспроводная сеть. Не знаю, почему так, когда нажимаете на настройки моста. Так, всё, с настройкой ноутбука мы закончены, теперь переходим к настройке консоля. Так, в первую очередь, чтобы всегда производился автоматический вход в вашу учётную запись. Вот, тут заходим настройки входа, автоматический вход в систему PS4. Всё, тут галочку поставили. Теперь надо сделать разрешение на видеопередачу. Вот, застройка соединения дистанционного воспреждения. Тут заходим, ставим галочки. На всех случаях две ставлю. После, так, это мы настроили. Теперь надо соединить саму консоль с ноутбуком при помощи пачкорда. Ещё раз покажу. Один конец в ноутбук, в сетевую карту. Другой разъём в консоль. Всё. Они у нас соединены при помощи. Так, после этого надо идти в настройки сети. Где у нас тут? А, вот. Сеть. Установить соединение с интернетом. Использовать кабель LAN. Какой выбрать способ установки подключения к интернету? Простой. Ждём пока пройдёт проверка. Угу. Угу. Вот тут появляются у нас первые настройки. Сейчас, секунду, камеру поправлю. Вот настройки IP-адреса. Выбираем автоматический. Имя хост. Не указывать. Настройки DNS. Автоматический. Настройки MTU. Не знаю, что такое. Автоматический. Прокси. Не использовать. Всё. Настройки интернета обновлены. Проверить соединение с интернетом. Ну, ждём где-то, не знаю, пару минут. Всё зависит от версии. Тут PS Pro. Так что быстрее. Всё. Теперь ноутбук отдает интернет консоли. Всё. А консоль питается интернетом и ноутбука. После этого возвращаемся к ноутбуку. Всё это закрываем. Это нам больше не нужно. Открываем приложение PlayStation. Ситуационное воспроизведение. Подключаем жорстик. Самой консоль. Пайпу. Сноутбуку. По помощи кабеля microUSB. Вот. Сейчас. Подключили. Нажимаем запуск. Угу. Всё. Трансляция идёт на ноутбук. Вот. Вот. Всё. Трансляция идёт на ноутбук. Подключить систему PS. Всё. Сейчас она выключится. Я выдерну жди мой кабель. Чаще. Дальше. Трансляция идёт на скидке. Продолжение. И самое главное, на программе PlayStation, на компьютере и на консоли должны быть одинаковые учётные записи. также сейчас выдергиваем провод и включаем консоль заново так пока она запускается да вот каждый такой запуск надо подождать минут пять пока это все устаканится настроиться все теперь отвечу на самые частые задаваемые вопросы зачем такое извращение нужно для того чтобы в полевых условиях как я такое среди не делал на xbox и чтобы играть на работе так как там нет телевизора роутера рядом нет даже монитора с hdmi вот ну и за городом поехали взять с собой ноутбук консоль и телефон чтобы интернет раздавать на ноутбук все играйте себе вдоволь так потом еще часто вопрос можно подключить через hdmi нет нельзя сразу объясняю разъем ноутбуки предназначен только выводить изображение а не получать если вы воткнете туда консоль ноутбук по помощи hdmi провода вас либо сгорит видеочип ноутбуки либо на сожгете его на консоли также так не делайте это раз свящим можно так соединить то есть лишь 123 нет нельзя так как такая функция просто не предусмотрена в консолях старого поколения их можно подключить либо при помощи тиви тюнера с колокольчиком либо карты видеозахвата как-то видеозахвата стоит бешеного денег а тиви тюнер с колокольчиками рублей можно за 500 купить на авито ну поэтому конечно вы потеряете немного качества изображения дальше чем как подключить пока если нет вай-фая такой случай надо иметь либо 20 сетевых разъема или еще одну сетевую карту втыкать древнюю какие-то в магазине для особо извращенных товарищей можно создать мост даже при помощи двух вай-фай устройств если кому интересно пишите в комментариях я покажу как это делается так еще одно качество соединить соединения там тормоза лаги все зависит от оборудования у меня ноутбук очень сильно замызган он старый там вай-фай то есть то нету отваливается сетевая карта тоже иногда с ума сходит из-за это у меня сигнал иногда тормозит иногда пропадает если у вас ноутбук современный то часть проблем у вас исчезнет так все консоль перезапустилась давайте покажу что нам теперь нужен все нажимаем запись нажимаем запуск и папам все развернут побольше все консляция есть еще раз покажу соединение идет через ланк провод и еще для особых людей сразу покажу вот сетевой разъем мы воткнули в ноутбук и вот на приставке он здесь все других проводов нету подключение сами видите идет только через ноутбук вот все подключение завершено так что так что дорогие ребятушки всем спасибо за уделенное внимание будьте хорошими подпишитесь пожалуйста то за три года уже пора набрать тысяч подписчиков также не забудьте поставить лайк если не хотите засорять плавить понравишься просто поставьте лайк и видео из понравившись угарите лайк останется видео мешать не будет комментариях можете написать как может вы что-то тоже хотели соединить древние неизвестное чё-то с чем-то с компьютером может подскажу может даже видео запишу ну отдельное спасибо геннадичу за предоставленную консоль ссылку на его youtube канал канал я оставлю в описании всем спасибушки всем пока